Вторая попытка ради Хабирова утвердить состав правительства региона, судя по всему, тоже провалилась. Уже второе пленарное заседание Госсобрания Курултая Республики Башкортостан, заточенное именно под вопрос согласования состава правительства, не стало согласовывать правительство. И дело здесь вовсе, конечно, не в Курултае нашем, который битком набит всякими шамилями и камилями, которые покорно утвердят все, что им предложит дорогой Радий Фаридович. Дело здесь в федеральном центре. Судя по всему, федеральный центр наотрез отказывается согласовывать тот список министров, который предлагает им Хабиров, на мой взгляд, обоснованно отвергая вот эти кандидатуры, которыми напичкал Хабиров это правительство. Я говорю о всяких вот этих вот не очень умных, но очень верных товарищах, которые так милы сердцу Хабирова. Ну, хорошо, хоть в Москве это люди понимают. Управленческий кризис в Республике Башкортостан принимает характер хронического. Это уже очевидно. Чиновники без формальных полномочий нервничают, ну и все отчетливее понимают, что дорогой Радий Фаридович, как говорится, ситуацию не вывозит. Ну, начинается, на мой взгляд, по крайней мере, начинает назревать внутриэлитный конфликт. Ведь дело вовсе не в том, что человека там формально признают министром или там называют исполняющим обязанности министра. Тут еще есть масса финансовых нюансов, потому что если человек формально не назначен на должность министра, он ограничен в своих финансовых полномочиях, соответственно, ограничен в своих функциях и само министерство. Это надо понимать. То есть вот эта ситуация, когда уже второй месяц у нас, по сути, нет утвержденного правительства, безусловно, наносит урон экономике Республики Башкортостан. Я уже много раз говорил о том, как мы благодарны нашим спонсорам за помощь канала. Именно благодаря им мы существуем уже восьмой год и надеюсь, что открытая политика продолжит и впредь свою деятельность. Чтобы хоть как-то отблагодарить ту часть наших спонсоров, которая оформила подписку на наш канал на платформе Бусти, я записываю особый эксклюзивный ролик именно для подписчиков Бусти. А вот о чем этот ролик, вы узнаете, пройдя по ссылке в описании до нашего Бусти, подписавшись на него и получив доступ к этому ролику. И отдельное спасибо за тему для этого первого эксклюзивного ролика Бусти Армену Захаряну. Беспощадная статистика сообщила нам на прошлой неделе, что 23% вакансий на работу в Республике Башкортостан это вакансии выходовиков. То есть получается, что примерно четверть рабочих мест региона это работа вне региона. Кроме всего прочего, Башкортостан, оказывается, занимает 17-е из 85 мест по количеству жителей, работающих за пределами региона. Вот вам, как говорится, и счастье работать дома, которое охватило отдельно взятого Радия Фаритовича, но почему-то не охватывает 23% работающих в Республике Башкортостан. А еще обилие вахтовиков с большой северной зарплатой благотворно влияет на лжевые отчеты, которыми пестрит башкирская пресса. С учетом северных зарплат, средняя зарплата по Республике Башкортостан действительно выглядит вполне себе пристойно. Но если вычесть вахтовиков с доходами, которые сильно выше, чем зарплата в Республике Башкортостан из этой статистики, что у нас останется в чистом виде? Какая зарплата на самом деле в среднем платится в Республике Башкортостан? Я предполагаю, что речь идет о суммах от 20 до 40 тысяч рублей. Однако не все так печально на рынке труда в Республике Башкортостан. Вот вам один пример. Человек совершает преступление. Его ловят, судят, признают виновным и определяют ему наказание. То есть суд определяет, что он действительно уголовный преступник. Ну, казалось бы, жизнь сломана и какая работа теперь светит человеку с судимостью? Ну, максимум это охрана какой-нибудь автостоянки или курьер где-нибудь в Яндексе. Но нет. Человек, этот самый человек в Уфе, устраивается на прекрасную работу в государственном предприятии с отличным коллективом, стабильно высокой зарплатой и отменным отоплением. Ну, вы скажете, что я вам какие-то сказки рассказываю или какие-то басни. Нет, ничего подобного. Ну, есть, конечно, и нюансы. Этот человек, это не просто человек. Это мошенница Елена Прочаковская. А предприятие, это не просто предприятие, это башкирское телевидение. Теперь вы понимаете, для кого, собственно, устроено вот это счастье работать дома. Но если понимаете, то делайте выводы. Если вы регулярно смотрите «Открытую политику», не забудьте на нее подписаться здесь, на YouTube, а также в Яндекс.Дзене, в Телеграме и во Вконтакте. Так вы точно никогда не пропустите наши новые выпуски. А еще не забывайте, пожалуйста, ставить лайки нашим выпускам. А если вам есть что сказать, то, конечно же, пишите комментарии. Это все нам очень помогает. В затянувшемся деле башкир-автодора появились новые подробности и обстоятельства. Кроме того, что экс-директору башкир-автодора Ильдару Юланову и его подельникам-односельчанам удвоили вменяемый ущерб, так кредиторы еще и потребовали привлечь к ответственности предыдущих директоров башкир-автодора. То есть целую цепочку директоров. Это Ильгиз Усманов и Александр Ликомаскин. Вот этих двоих кредиторы тоже пытаются привлечь к ответственности, объясняя свое требование к суду тем, что вот эти два героя, Усманов и Ликомаскин, были оповещены и знали точно о нестабильном, если сказать мягко, финансовом положении башкир-автодора и они сознательно не предприняли мер к тому, чтобы вовремя начать процедуру банкротства предприятия. И тем самым, по мнению заявителей, Усманов и Ликомаскин усугубили финансовую проблему башкир-автодора, а соответственно усугубили проблему неплатежей. Ну, будем наблюдать, привлекут ли Усманова и Ликомаскина к ответственности. Кстати говоря, если Ильдар Юланов был каким-то там таксистом-водителем у Хабирова, то Усманов, например, был охранником. Ну, в общем, наверное, где-то есть какие-то такие закономерности, когда вот подобных людей ставишь на очень сложные, технологически сложные позиции в руководстве крупными государственными предприятиями, то вот подобные исходы и претензии, пожалуй, что закономерны. Ну, в общем, повторюсь, будем наблюдать, посмотрим, как будет распределяться в соответственность за вот эти дела и делишки башкир-автодора. Традиционно мы продолжаем освещать уголовную хронику команды Хабирова. Уголовное дело экс-министерки по делам молодежи Яна Гайдук передают в суд. Исходя из обвинительного заключения, следствие пришло к весьма неожиданному выводу. По мнению следователей, злодейка Гайдук действовала и нанесла ущерб исключительно из, цитируя, «карьеристских побуждений». И никакой корысти в ее злодеяниях следствие не выделила. В общем, собственно, можно с уверенностью предполагать теперь, что Яну Гайдук ждет какое-нибудь не очень строгое и условное наказание. Ну и, видимо, судьба ее будет подобна госпоже Прочаковской, то есть они где-нибудь там вместе в БСТ будут трудиться, например. Но учитывая бескорыстность, доказанную следствием Яны Гайдук и ее рвение в части «сделать красиво начальству», я лично от себя предлагаю все-таки наградить Яну Гайдук каким-нибудь бюджетным миллиардом. Ну, нехорошо так. Человек так злодействовал, а выяснилось, что совершенно бескорыстно. Согласитесь, как-то выбивается она из общей картины. Есть на этой неделе еще одно странное уголовное дело, дело мэра Салавата гражданина Миронова, и оно тоже передано в суд. Но тут еще больше загадочного, чем в делах вот этой злодейки Гайдук. Ведь ранее то, в чем обвинялся Миронов, а именно речь идет о создании вот этой концессии электросетей, которая по предположению силовых структур была оформлена с очень большим ущербом для государства. Так вот, вот эти обвинения, все это было опровергнуто судебными инстанциями. И за что теперь будут судить Миронова, мне до конца непонятно. Ну, посмотрим материалы судебного разбирательства и тогда поймем. Но все-таки я все-таки надеюсь от себя лично, что речь идет на самом деле все-таки об этой концессии. Потому что, ну, действительно есть ощущение, что с ней что-то очень неладное. На прошедшей неделе уфимцы в очередной раз на собственной шкуре ощутили мощь и силу транспортного безумия Хабирова. И в этот раз обошлось даже без Путина и без вот этих вот его мер безопасности. На целый месяц и полностью перекрыли Шакшинский мост. Ну, это уже становится на самом деле не смешно. Почти два года над горожанами очевидным образом издеваются, хаотично и надолго перекрывая важнейшую транспортную артерию. Ну, в нормальном мире, в нормальном месте за два года вообще новый мост в чистом поле можно построить. А эти его ремонтируют уже два года с лишним. Ну, я думаю, что вообще на ремонт уйдет лет пять, а вот бюджет будет освоен примерно Х5. То есть, в пять раз больше, чем необходимо для постройки нового моста. При этом я отмечу, что никаких мер по компенсации вот этих неудобств не предпринимается. Восточный выезд исправность взимает свою плату. То есть, людям не компенсирует то, что они начинают дополнительные затраты нести. Ну, какие-то еще логистические меры тоже не предпринимаются. Ну, они там что-то такое бубнили про какие-то дополнительные электрички. Но люди привыкли, например, ездить на автомобилях или автобусах. Их довольно трудно перевести на эти электрички, тем более, что у них вот логистика привычная, устроена совсем не так, что нужно с железнодорожного вокзала куда-то еще, значит, переться. В общем, конечно, встречные действия властей по части облегчения ситуации с Сокшинским мостом, на мой взгляд, абсолютно ничтожны. Из регулярных отчетов Временного правительства Хабирова мы слышим о том, что в жилищно-коммунальном хозяйстве республики все прекрасно и становится лучше день ото дня. Но вот только почта открытой политики, наши каналы коммуникации с нашими подписчиками и зрителями говорит нам совершенно о другом. Еженедельно мы получаем десятки, иногда сотни сообщений о том, насколько все нехорошо в жилищно-коммунальном хозяйстве, иногда и буквально катастрофично. Вот только один пример такого опровержения вот этой благостности госпожи Головановой. Пишет нам Ольга К. Я сокращу фамилию. Третий месяц около домов Цурюпа 156-1 и Цурюпа 158-2 из-под земли бьет фонтан воды. Причем, судя по всему, водопроводной воды. Коммунальщики бездействуют, власти молчат, жильцы с ужасом ожидают грядущих морозов и гадают, ну кто же оплатит вот эти вот сотни тонн воды, которые за эти три месяца истекли из вот этого вот фонтана. То есть кто-то за них должен будет оплатить, кому-то счетчик насчитают. Так что вот один из примеров, это я повторюсь, один из десятков примеров того, насколько все плохо в ЖКХ республики. Если в ваших домах что-то не так с ЖКХ, если есть какая-то проблема или тем более авария, смело пишите нам на почту, в наши соцсети мы всегда можем с вами скоммуницироваться, а мы обязательно об этом расскажем. Всю неделю башкирские СМИ в захлёб рассказывали о том, как мужественно руководство республики добивается выплаты задержанной зарплаты хоккеистам Салавата Юлаева. Даже государственная инспекция по труду вынесла свое предупреждение руководству клуба о недопустимости задержки заработной платы. И чудо свершилось. Хоккеисты получили свои заветные миллионы и вдруг даже как-то поживее стали играть на льду. Хотя я, конечно, не провожу таких параллелей, это всего лишь совпадение, очевидно же. А мы, пользуясь поводом, задали вопрос подписчикам телеграм-канала «Открытой политики», на который, кстати, не забудьте подписаться. Должно ли государство содержать вот эти хоккейные клубы и вообще спортивные команды, либо из бюджета, либо из внебюджетных фондов, которые тоже, кстати говоря, вполне себе можно потратить на ремонт сгнивших труп на улице Терюпа. В этом опросе поучаствовало 2000 человек. И 90% из опрошенных, удивительно большинство, категорически против содержания спорта высоких зарплат за счет бюджета или внебюджетных фондов. Ну и только 10% сказали, что это приемлемо. Ну, я полагаю, считаю, что это сами хоккеисты и члены их семей.